Состоялась премьера IQ Z7, матрица 120 Гц, камера на 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч с быстрой 120 Вт зарядкой. И все это за 232 доллара. Всех приветствую друзья, вы на канале Finshop, полезный и не очень. Компания IQ показала свой новый смартфон IQ Z7, это среднебюджетный смартфон с довольно неплохими характеристиками. Лайк, подписка на канал и приступим. IQ Z7 стартует с цены в 232 доллара за базовую версию. И за эти небольшие деньги, я вам предлагаю экран с высокочастою кадров в 120 Гц и поддержку быстрой 120 Вт зарядки. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от Алиэкспресс по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Новинка оснащена 6,64 дюймовой ЖК панелью с разрешением Full HD+. Поддержка HDR10 с хорошим 100% цветовым охватом. CCI-P3, 16 мегапиксельной селфи-камеры, сдвоенной основной камерой с оптической стабилизацией на 64,2 мегапикселя. За быстродействие системы будет отвечать новый процессор от Qualcomm Snapdragon 782G. Это у нас 8-ядерная 6-нанометровая платформа, работающая на 4-х высокопроизводительных ядрах Cortex-A78 и 4-х энергоэффективных ядрах Cortex-A55. За график будет отвечать процессор Adreno 642L. Вся эта связка в Antutu набирает 564 тысячи баллов. Смартфон получит до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ физической памяти. А емкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Аппарат будет поддерживать современные коммуникации 5G, 4G VLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS и GLONASS. Новинка получит NFC модуль, USB Type-C, 3,5 мм разъем, стереодинамики и боковой сканер отпечатка пальцев кнопки. Габариты новинки следующие. 164,58 мм в высоту, 75,8 мм в ширину и 8,75 мм в толщину при весе в 201,5 граммов. Работать смартфон будет на фирменной оболочке Origin OS 3, основанной на 13-м андроиде. Аппарат будет продаваться в трех расцветках. Черный, оранжевый и синий. Старт продаж намечен на 24 марта. По следующим ценам. За версию с 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами физической памяти придется отдать 232 доллара. Версия с 8 256 гигабайтами обойдется в 247 долларов. И за максимальную топовую версию с 12 гигабайтами 256 гигабайтами физической памяти придется отдать 276 долларов. Цены вполне себе демократичные. Довольно-таки неплохой смартфон вырисовывается. Пишите, что вы думаете по поводу этой новинки. И с вас лайк, с меня контент. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.